Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня с вами я, Катя Васильева, автор книги романа «Любить не страшно». Не написано в кавычках или зачеркнуто красным шрифтом. Цель этой книги – задать читателю вопрос, страшно любить или нет. Я благодарю вас всех, кто прочел книгу. Большое спасибо вам за отзывы. У книги есть своя страница «Любить не страшно» на Фейсбуке. Спасибо всем вам, кто смотрит это видео. Я получила очень много вопросов, поэтому я решила не делать живой эфир, а просто поделиться с вами вот этим видео и, пожалуйста, пишите в комментариях. Поехали! Страшно ли любить или нет? Давайте начнем с того, что все, кто из вас растят детей, имейте в виду, что каждое принятое вами решение. Чтобы примете ли вы решение остаться в браке, примете ли вы решение разойтись с брака, то есть двое взрослых людей решают свою будущую судьбу. В то же самое время они решают и судьбу своих собственных детей. Дети любят обоих родителей, несмотря ни на что. Даже если там есть насилие, даже если там есть вербальный или физический, или невербальный абьюз и насилие, дети все равно любят своих родителей. Кроме родителей, у детей в этой жизни больше никого нет. У них нет опыта рассуждать по поводу того, права мама или не права. Дети воспринимают мир эмоционально. Если родители расходятся, ой-ой-ой, мне плохо, мне больно, я не хочу, чтобы они расходились. Некоторые дети могут еще чувствовать так, что родители... Помните, что дети эгоцентричны, они также воспринимают реальность через себя. То есть, они меня не настолько любят, чтобы остаться вместе. Или же они расходятся, потому что они меня не любят. Если бы они меня любили, они бы не разошлись. То есть, ребенок, не имеющий опыта, который не понимает, что, допустим, драться или там оскорбляться, это неправильно. Потому что он так вырос, он знает, что люди дерутся и оскорбляются, и так, значит, это нормально. Так вот, они дрались и оскорблялись 5 лет и жили вместе. А сейчас почему-то они расходятся. Не забывайте еще о том, что родители очень часто манипулируют детьми. Да, как и в этой книге видно, там, ты такая же, как твой отец, да ты там... Ну и так далее, всякие оскорбления. Сравнительные оскорбления, когда мы сравниваем ребенка с вторым родителем в уничижительной форме. И давайте не забывать, вернусь к началу, что дети любят своих родителей no matter what, несмотря ни на что. Даже если мама будет гнать на папу и будет всеми словами радуги поливать этого папу грязью, высказывая свою женскую, да, вот боль, обиду на этого мужчину и так далее, ребенок никогда не почувствует эту боль и обиду мамы. Никогда. Ребенок почувствует, что ему папу жалко, он почувствует, что я все равно папу люблю, а что я теперь не должна любить папу, получается, да. И очень многие меня спрашивают, Катя, как обсудить с детьми развод родителей? Единственный совет, который я вам могу дать, как и дочка разведенных родителей, как и мать разведенная, имеющая детей, я могу вам сказать, что дети должны быть центром внимания и любви родителей в любом случае. Как бы взрослые друг друга ненавидели, как бы они не хотели общаться, как бы они не хотели там что угодно делать, творить друг с другом. Дети должны знать, что мама с папой их любят, никуда никогда не денутся. Мы всегда будем рядом, мы всегда будем тебя любить. Ты самый лучший. Но то, что мама с папой не могут жить или спать вместе, к тебе, дорогой мой или дорогая моя, это никак не относится. И тогда ребенок будет чувствовать себя, что я здесь не при делах. Это не моя вина, что они разводятся. Это не моя... Мне не надо переживать по этому поводу. Родители взрослые, они останутся друзьями, или же я буду проводить время с обоими родителями. И в данном случае я советую и мужчинам, и женщинам, которые друг друга ненавидят, просто вспомнить, что есть я, мужчина, и есть я, отец. Есть я, женщина, и есть я, мать. Мужчина и женщина к маме, с папой не имеют никакого отношения. Это как работа. Вот те люди, которые не могут переступить эту грань, настолько ненавидят своего партнера, что готовы забыть об отцовстве и материнстве во всем на свете этого человека, в данном случае я бы советовала вам не забывать. Давайте предположим, если бы вы ненавидели своего сослуживца, но вам с ним все равно нужно было бы делать какой-то там миллионный проект, а ребенок – это проект больше, чем миллионный. То есть я с тобой за пределами офиса разговаривать не буду, я с тобой не буду ругаться, я с тобой не буду лезть в твою жизнь, я не буду за тобой следить на социальных сетях, ты меня не интересуешь как личность вообще, но ты мой бизнес, партнер, допустим, или ты мой сослуживец, у нас с тобой ответственный проект. Так что бы вы сделали, если бы у вас была такая ситуация? Мы бы засунули все свои негативные эмоции в карман, спрятали бы их и выполняли бы работу как профессионал, не как женщина преданная, расстроенная, убитая, не как мужчина обманутый, униженный, оскорбленный, а как два профессиональных человека, правильно? Так вот, так будет легче многим из вас навести порядок в голове. Опять-таки, эмоции, как мужчина и женщина, мы можем иметь, но к нашему бизнесу, как двум сослуживцам, наши личные эмоции и ревность, злость и плохая память не должны относиться. Это будет самым, для ребёнка это будет самым здоровым эмоциональным способом развода родителей. То есть, ребёнок – это наш проект. Этот проект на 18 лет и более. Так вот, чтобы этот ребёнок вырос с нормальной психикой, ребёнок должен знать, что он любим, и он должен получать внимание равнозначно, равноценное от обоих родителей. И то, что папа ненавидит маму, и то, что папа хочет манипулировать ребёнком, это всё вредит не вашей бывшей жене и не вашему бывшему мужу, а вам. Поэтому вот эту вот злость, жабу и всё на свете мы должны убрать из вообще, убрать из жизни ваших детей. Потому что наша злость, которую мы показываем, как мы расстроены, как мы унижены, когда у нас тяжёлая жизнь, какая, извините, это ваша жизнь. Правильно? Почему ребёнок должен расти, зная или думая, что он виноват, что если бы я не родился, мама была бы счастливее, ей бы не пришлось так много работать. А мама, я тебя тащу, я тебя лечу, я тебя это... И мама добавляет жару, жару, жару. У ребёночка падает самооценка, ребёнок начинает в себе сомневаться. Тем самым ребёнок начинает что? Он начинает эскейп, он начинает избегать. Избегать ребёнок может в фантазии, он может избегать, придумывая себе друзей, он может завидовать другим, у которых полноценная семья, тем самым вырабатывая комплекс неполноценности с самого детства. Он будет постоянно себя с кем-то сравнивать, он начнёт подражать другим. Допустим, если девочка, как в этой книге была девочка Вика, когда девочка росла в нормальной семье с нормальной мамой, и девочка не сомневалась в себе. Ей не надо было никому ничего доказывать, её просто любили, безоговорочно. Эта девочка выглядела счастливой, и Лиза ей подражала, потому что Лиза хотела выглядеть счастливой, но она же не знает, как она выглядит со стороны, правильно? Дети очень-очень запутанные. И вот когда мы принимаем решение о разводе, я советую двум взрослым людям, которые, пускай они даже разговаривать не могут, в одной комнате находиться. Ребёнок – это не миллионный проект, это миллиардный проект. Этот ребёнок в будущем будет иметь отношения, этот ребёнок в будущем будет общаться с людьми, принимать решения, прощать себя за ошибки или не прощать. Всё в его жизни зависит от того, как родители поведут себя в его детстве. Поэтому парам, которые собираются разводиться, я бы советовала убрать вот это, всё, что там происходит, на личном фронте. И как два партнёра, и сослуживца по большому, вот этому великолепному, красивому проекту, договориться, манипулировать друг друга детьми нельзя ни в коем случае, потому что вы всё равно проиграете. В данный момент вы, может, победите, например, на день, добьётесь чего-то, эмоций какой-то, что там вашему эго нужно, чтобы победить. Тем самым вы будете разрушать психику своего ребёнка. Знаете, у меня был такой случай, когда мы уехали в Америку с детьми, и мы не ругались с моим первым супругом абсолютно, мы договорились, он тоже хотел, чтобы дети росли в Америке, жили в свободной стране и так далее. И потом, знаете, быт, захватывает быт, я по своим делам, он по своим делам и так далее. И потом я начала замечать, что сын скучает, ну, прям скучает, да. И я говорю, слушай, давай делай так, тебе не надо с ними проводить выходные, они тебя там не дёргают, мы живём в совершенно другой стране, да, ты их видишь раз в год. Но я бы очень тебя просила, вот сейчас есть вайбер, ватсап, видеочат, всё, что угодно. Я бы хотела, чтобы ты звонил детям каждый день. И вы знаете, мой бывший муж любит очень своих детей, и человек достойного уважения и так далее. И вы знаете, он 10 лет, каждый божий день звонил детям. В наше время это было 6 утра, когда они собрали в школу. И каждый божий день он разговаривал с детьми по видеочату и про школу, и про то, ну, про всё, что угодно. Каждый божий день, кроме выходных. Даже иногда на выходные, даже сейчас он звонит всё время детям. Потому что они близки. Этот отец смог найти в себе силы сохранить близость со своими ребятами. Вот, я очень горжусь тем, что я нашла в себе силы, и он нашёл в себе силы, что мы с ним не перегрызли друг другу глотки по какой-то там вообще абсолютно причине, которая сейчас, 12 лет спустя, не имеет вообще никакого отношения и значимости. То есть то, что вы проходите сейчас, вот эта там война какая-то, да, и так далее, это сейчас, на данный момент, вам может быть больно, неприятно и так далее. Как и папам, так и мамам. Пройдёт 15 лет, вы даже не вспомните эмоции, почему вы развелись, как вы развелись, кто куда ходил, кто что делал. Это будет неважно. А результат будет, это душа вашего сына или вашей дочки. Поэтому я вас очень всех прошу, пожалуйста, находим в себе силы. Иначе получится так, как получилось в этой книге. И вот эти решения, которые взрослый человек, ваш ребёнок, взрослый человек будет принимать в своей жизни, они будут основаны на опыте этого ребёнка. Как он рос, как он видел, как этот ребёнок будет разговаривать с другими людьми, как этот парень будет относиться к девушкам, как девушка будет относиться к парням, какие у них будут браки, как на каких-то жизненных перекрёстках они сделают, они примут решение, всё зависит сейчас от вас. Хорошо, следующий вопрос был о том, очень много вопросов было про мою личную жизнь, автобиографично ли это, книга или нет и так далее. Вы знаете, у меня есть группа здесь, на фейсб, ой, извините, у нас есть здесь группа, называется «Нарциссы без фильтра». Это спонсорство, членство канала, и там я с членами этой группы, мы там говорим, конечно, очень много и про частную жизнь, и про примеры из моей частной жизни, и так далее. То есть, там у нас намного ближе откровение общения. Поэтому, кто хочет всякие такие вопросы задавать, вступайте в группу, пожалуйста. Третий вопрос был, очень интересный вопрос, был ли второй муж нарцисс? Второй муж у лета был американец. Как вы думаете, был он нарцисс или нет? Во-первых, хочу, здесь нужно пояснить, здесь нужно понимать, что такое Америка. Когда вы говорите про демократию, про свободу выбора, про свободу ещё чего-то, многие из нас не понимают, что это. Вернее, мы знаем, что это такое, но мы не то, что не понимаем, мы не прочувствуем этого. Люди, которые выросли здесь, в Америке, они думают так, и море по колено. Потому что, если что-то будет не так, как ему по праву положено, здесь можно и засудить, и оштрафовать. Здесь закон на стороне правого человека. И здесь они думают так, если я хочу, значит, мне можно. Если я хочу вот эту вот женщину, но я женат, ну, так я или разведусь, или обману, или придумаю. Зависит уже от чести, да, и достоинства этого каждого человека. Но я все равно сделаю то, что я хочу. Так это нарциссизм или нет? Это чистой воды эгоизм, селф-центричность, и в то же время это страна такая, понимаете, здесь они выросли, зная, что им можно все. Все на свете. Прямо в Америке нарциссизм, это эпидемия. Невозможно даже передать словами, насколько серьезно здесь положение такое. То есть у нас еще можно человека вызвать к здравому смыслу. Можно сказать, ну, подожди, ну, так же нельзя, ну, что люди подумают, как ты будешь людям в глаза смотреть, да, и у нас человек еще там, ну, может задуматься об этом. Здесь им абсолютно все равно. Они будут делать так, как они считают нужным, как им хочется. И если там, если, допустим, при разводе, он будет думать, я там деньги потеряю, или еще что-то, он пойдет в суд и будет отсуживать у этой жены эти деньги, абсолютно не стесняясь, что там это неприлично, не принято, неправильно. Ему абсолютно по барабану. Он, если это мое, это мое. Если муж бьет жену здесь, и вот она, допустим, уже не настолько зависимая там и жертва, да, как вот я, когда говорю, в шелтерах выступаю, да, там есть девочки, которые проходят через все, что вы, и еще просто. Там замешаны и насилие, и деньги, и большие деньги, и не только деньги наличные или дома, квартиры, а еще и кредиты, которые там будут, они выплачивают еще лет 30 или 40. Здесь люди выращены, понимая то, что они свободные. Они свободные. Только уже, конечно, принятие решений ими зависит от того, насколько у них стандарты чести, достоинства высоки или низки. Они могут быть разными, как мы знаем. Почему? Потому что они будут такими, какие сын или дочь видели эти стандарты в детстве. Точно так же. Плюс, конечно, свобода всего. Вот. Поэтому был ли он нарциссом, но он делал, что хотел, да, этот человек. Он делал, что хотел. Но в то же время, вспомните, там есть момент, когда они ехали в машине, и когда он ее выбросил из машины. И вот там есть момент, что она наконец-то поняла, когда нужно закрыть рот. Помните, вот эти, ко всем разговорам про советский базар. Она сидела, он пьяный, за рулем. Здесь, кстати, тоже можно ездить за рулем в выпившем состоянии. Ну, не в сильно выпившем, но выпившем можно. Вот. То есть, я это, конечно, тоже не приветствую абсолютно. Лично я считаю, потому что человек уже, когда начинает пить, да, ну, еще один, ну, еще один, ну, еще один. То есть, лучше или вообще нельзя, или тогда вообще не ездит, да. Так вот, смотрите, и она его пилит, а ты плохо едешь, а ты криво едешь, а ты это, а ты это. Вот эта советская баба, которая начинает человеку там лечить. Он, я и до тебя как-то жил, слушай, и не надо мне рассказывать, как мне, что делать, и какие я ошибки совершаю, я же не дебил, я же твой муж, мужем нужно что делать? Восхищаться. А она сидела, его пилила, пилила, это был не первый, не первый день, и не первый раз, правильно? Так вот, он пошел туда, где его не пилили. Ну, так нарцисс он был или нет, скажите? Или, может быть, она все-таки была неправа? Пока не дали ей по голове, она не поняла, что пора бы заткнуться. Как нужно? То есть, ну, это вам решать, вам решать, нарцисс он или нет. Вот поэтому я и хотела, чтобы вы писали, именно, как вам кажется. А родители у нее были нарциссы или нет? Так вот, к вопросу, любить страшно или не страшно? С чего начинается любовь? Скажите, пожалуйста. Когда человек любит себя, он может любить других. У него нету страха, ему не надо бояться предательства, не надо подсматривать из-за угла, чтобы, не дай бог, меня не обидели. Человек, он себя любит, он знает, что если со мной что-то случится, я встану и уйду. Если мне будет что-то не нравится, я изменю свою жизнь. Меня не надо любить, чтобы я чувствовала себя хорошо. Я буду любить вас, чтобы нам всем было хорошо. тогда любить не страшно. Тогда можно любить с открытой душой, даже думая и зная, может быть, что в какой-то момент мне, может быть, будет больно и неприятно, ну, допустим, лет через 10. Ну, так хорошо, я буду любить 10 лет. А если через 10 лет мне будет больно и неприятно, я уйду. Вот так думает человек и любит человек, который себя любит. Тогда любить не страшно. А когда человек себя не любит, когда его унижали, когда его опускали, когда его оскорбляли, когда человек не верит в себя, он не верит, что он достоин любви, он не верит людям, он ищет подвох, он пытается там. Так представьте, какое качество жизни у этого человека. Жить в постоянном страхе, страхе измены, страхе предательства, предательства, страхе того, сего. Вот это вот, на это столько тратится энергии, что, конечно, и болезни, и аварии, и психические, психосоматические всякие проявления, и все на свете случается с такими людьми. Потому что, опять-таки, где потерялась эта любовь к себе? К себе как к личности, к себе как достойно. А-а-а, где она потерялась? А не было ее там с самого начала. Это все было разрушено. Ну, в данном случае, матерью, а у Веты это было построено. Кем? Отцом. Так вот, как одного и того же человека может разрушить нелюбовь или поднять и построить любовь? Тогда начинается в голове что? Запутанность. Так а кто я такая на самом деле? Кто я такая на самом деле? И когда человек вырастает таким запутанным, он запутанно бредет по жизни, он пытается принимать какие-то решения, и многие решения были приняты Ветой, типа, а ну-ка, все в парк, или Лизой, которая будет подстраиваться, присмыкаться и терпеть. Так вот, страшно любить или нет? Лично я считаю, что любить не страшно, но страшно не любить себя. Поэтому найдите в себе силы. Пожалуйста, если вы разводитесь, если вы уходите, если вы начинаете новую жизнь, пожалуйста, найдите в себе силы договориться, обсудить и решить раз и навсегда, как вы и ваш бывший партнер будете заниматься родительством. И даже не важно, если ваш партнер не сдержит свое слово, вы сдержите свое слово, потому что дети вырастут, и они это будут помнить. И потом, пускай мама или папа начнут вам опять-таки твой отец это, твой отец то, твоя мать это, твоя мать такая-сякая, дети вырастут, и они будут знать, что? Они будут знать то, что они видели. И если мама сдержала свое слово, если мама или папа старались и сделали так, как они обещали, если обещали ребенку, я всегда буду с тобой, я твой лучший друг, я тебе верю, я тебе доверяю, я тебя люблю и уважаю. И если родители это сделали, то этот ребенок потом плюнет в лицо каждому, кто будет на этого гнать или говорить ерунду. Доверяйте своим детям, любите их, обнимайте их, целуйте их по тысячу раз на день, и говорите им, что они самые лучшие, потому что лучше у вас никого в жизни нету, ближе и важнее никого нету в этой жизни, кроме как наши собственные дети. Я приглашаю всех вас, кто еще не читал книгу про честь, кто ждет английский вариант, скоро он появится на Амазоне, еще пока нет, но очень скоро, поэтому проверяйте пожалуйста мои соцсети, мой инстаграм, пишите здесь в комментариях, я вас очень люблю. Кто у нас здесь новый посетитель, пожалуйста подписывайтесь к каналу, мои видео выходят два раза в неделю, не пропустите, делитесь с друзьями, приглашайте подруг, посетите мой веб-сайт changelife.solutions, там написано все о нашем новом проекте. последний вопрос мне задали, это будет ли еще одна книга, да, будет, сейчас я ее пишу, она выйдет сначала на английском языке, и потом мы ее переведем на русский, намного, намного сложнее получилось переводить книгу на английский язык, вот, поэтому книга будет называться О чем молчат женщины, там будет главная героиня лета, там немножко другие временные рамки, совершенно другой сюжет, абсолютно очень интересная, интригующая история, пожалуйста, поэтому все, чтобы вы знали, да, книга будет вторая, а потом еще будет третья. Я считаю, чувствую и свято верю в то, что любить не страшно, страшно не любить себя. Давайте будем начинать любить себя. Кому нужна помощь, обращайтесь, кто хочет со мной лично встретиться и работать, я приглашаю вас присоединиться к нашему круизу. Вся информация есть на сайте, мы будем встречаться на 10-дневные интенсивные эксклюзивные тренинги на проекте реабилитации с Катей Васильевой на круиз Капризе. Пожалуйста, посмотрите. Предлагаю вам посмотреть еще вот эти два видео.